Приветствую вас, SkySieste. Я думаю, что вам нужно обсудить со специалистом то, как происходит, как протекает работа ваша и то, какие методы применяет специалист. Я думаю, что вы можете смело сказать специалисту о своих чувствах, психологу о том, что вы ощущаете, и это будет совершенно нормально и абсолютно правильно. Я думаю, что вы можете сказать, что те методы, которые психолог применяет, вам не подходят, не работают, или просто вы испытываете определенные чувства. Вместе с тем, те чувства, которые вы испытываете, могут быть и результатом сопротивления, что тоже, в общем-то, только доказывает, что специалист действует в абсолютно правильном направлении, пускай даже вам это неприятно. Ну, например, вы неуверенный в себе человек, который склонен к внушению, к примеру. И человек, в данном случае психолог, пытается вывести вас на протест, чтобы бунтовались и выразили свой протест. Если такая вот задумка, то она работает. По крайней мере, вы бунтуете, и это в какой-то степени хорошо. Вот. Важно то, насколько тонко и умело это делает специалист. Ну и важно все-таки, чтобы вы сотрудничали, чтобы вы создавали альянс друг с другом, а этого пока не происходит. Поэтому тот факт, что вам непонятны методы и мотивы человека, вот, ну, это совершенно очевидная недоработка психолога, который не мог раскрыть вам, что именно он делает. С другой стороны, если вы видите специалиста, если вы общаетесь с ним, то какие у вас основания ему не доверять, кроме тех, что вы описали? Какие еще у вас основания ему не доверять? Далее. Что касается советов, то советы, как и сказала моя коллега Марина Голикова, советы, это то, что может быть достаточно легко оторвано от контекста и вырвано из него. Поэтому я думаю, что если вы чувствуете давление и чувствуете, что психолог подавляет вас своим авторитетом, допустим, то вы вправе ему об этом сказать. Вы можете и вы вправе ему сказать о том, что, знаете, я себя с вами чувствую как-то вот неуверенно или что-то еще. Вполне вероятно, включается здесь перенос, перенос на психолога, ибо в нем вы видите кого-то из своих родительских фигур. Вот. То есть всей картины знать мы не можем. Вообще, определить компетенцию и компетенцию специалиста можно по записи беседы, но никак не по вашим словам. То есть это, понимаете, вы заинтересованное лицо и вы эмоционально обовлечены в процесс. Вряд ли вы можете быть сколько-нибудь объективны в том, насколько компетентный специалист, если бы вы поставили запись к компетентному органу, например, ну, например, аттестационной комиссии или какому-либо проверяющему органу, то в таком случае, да, эти люди на основании своих решений, а также на основании беседы со специалистом, могли бы сделать заключение и дать его. Но, вряд ли это заключение могло бы именно вам помочь, потому что, совершенно очевидно, что психолог, с которым вы работаете, он обладает определенным профессионализмом, он не обманщик, не мошенник и не шаман. У него, очевидно, есть диплом и он работает в кабинете, значит, работа его началась не здесь и не сейчас. Вы его не первый клиент, а значит, у человека уже есть практика и все эти вещи тоже нельзя, как бы, забывать. Поэтому, по сути, ваше сомнение кроется вокруг того, что вы чувствуете себя некомфортно, что ваше состояние, это не то состояние, которое должно быть при работе со специалистом. А значит, вам нужно это до психолога донести. И вот если, и вот если вы это донесете, и психолог отреагирует негативно, например, обесцениваете, с которой не переживаете об этом, что вам кажется и прочее, 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 то в таком случае, да, скорее всего, речь идет именно о том, что вам психолог не подходит. Потому что, опять же, как правильно сказала моя коллега Марина Голикова, своего специалиста нужно найти. Вот, и это происходит вполне вероятно не сразу. Вот, поэтому, если вам специалист не подошел, не подошел, это еще совершенно не повод обвинять его в том, что он некомпетентный. Ну, или сомневаться в его компетентном. Вот. Вместе с тем, мне, кстати, кажется, что психолог, он поставил себя, как бы, выше, вау? И это, на самом деле, не очень хорошо, потому что чувствуется его авторитарность какая-то над вами. И, как бы, ну, мне думается, что это не здорово. Опять же, зависит от того, как справедливо заметил другой мой коллега, а зависит от того, в какой компетентстве и в какой школе работает специалист. Если он психоаналитик, то его действия, в принципе, вполне себе адекватны, потому что психоаналитики позволяли себе именно такие высказывания и именно так себя вести. Вот, то есть, соглашаясь на работу с данным специалистом, вы, по сути дела, соглашаетесь на это на все. И это, в общем и целом, уже ваша ответственность, а не ответственность специалиста. Но, если психолог работает, например, в гистантерапии, в клиентцентрированной терапии, то здесь это уже не позволительно. Да? Вот. Поэтому, я понимаю, что вы всего этого знать не можете, но уж если вы, если мы говорим о компетенции, да, если мы говорим о компетенции, то вполне справедливо, хотя бы знать, в какой школе относит себя психолог и как, где он с вами, эээ, в каком, эээ, каким методом психотерапии он с вами работает. Вот. Что касается домашнего задания. Давайте я вам сейчас тут, эээ, значит, ммм, так, давайте я вам тут сейчас, эээ, ммм, это зачитаю, потому что, эээ, я не помню, эээ, не помню. Эээ, так, вот, вы пишите. Эээ, есть один момент, когда мы раздаваем с ними задания. Эээ, первое стало в том, чтобы я, эээ, нарисовал таблицу, в которой я должен определить свои эмоции. Возможно, это такой прием, у меня нет на кипетенции, но на следующем приеме она ничего нового не дала, я сказала продолжить запись. И что? А почему вы считаете, что она вам должна была что-то новое дать? Ну, с чего вы решили? То есть, вы думаете, неделя достаточно для того, чтобы записывать свои эмоции? Или как? Ну, так, почему вы считаете, что она должна вам дать эту новую дать? Опять же. Опять же. Домашние задания, эээ, предполагаются некоторыми школами. Знаете? То есть, как бы, некоторые школы дают новостные задания, а некоторые нет. И, да, то, что вы говорите, новостные задания дают это несколько. Случают круг всех методов, которыми с вами могут работать, но все равно не дают ответа на то, соответственно, что и как именно с вами происходит. А дальше, значит, я замечаю, что во время консультации она почти всегда эмоциональна. Что вы понимаете про эмоциональность? Это какая эмоциональность? Какой заряд есть у этой эмоциональности? Он позитивный, он негативный? Как вы на него реагируете? Даёт советы разного рода, не часто, но тем не менее. Эээ, если вы понимаете, под советом, это первое. То есть, совет, это прямой императив. Может быть личное мнение. Эээ, вот. То есть, эээ, если вы понимаете, под советом. Давайте разберём. Также даёт оценочное обсуждение по типу, я не должен работать сейчас в России, поскольку я там, эээ, подожди, гомофобизм и гомофобизм, и там очень много гомофобов. Эээ, это неоценочное обсуждение. Как раз, как раз таки. Это, эээ, ну, да, это императив. Это императив. Это императив. Но это не оценочное обсуждение. И не совсем понятен контакт. Эээ, зачем тебе искать работу с ротировкой говорящих? Лучше ищи с, эээ, евритоговорящима. Это очень оценочное обсуждение. Лучше, хуже. Да. Это очень оценочное обсуждение. Но, вы сами пишите, что это, конечно, все не дословно, но смысл совершенно одинаков. Я боюсь, что смысл вы могли понять сами. Если это не дословно. Эээ, значит, эээ, в целом я чувствую вас тревожно. Эээ, так, после каждого приема чувствую себя нервным. Меня несколько сменили соотношения между родными и коллегами. Я, в общем, сделал тревожно нервным, депрессивным. Но это точно не то, не то, что вам должно быть, эээ. Опять же, опять же, может быть, это процесс. Эээ, вот, куда вас ведет, эээ, психолог. Вы, ну, спросите у него, какие чувства я должен испытывать. Эээ, там, процесс терапии. Какие чувства я должен испытывать. Вот. И с чем бывает, что как бы поздравиться к психологу? Ну, поздравиться к психологу это, однозначно, нет. Но это может быть и ваше, а, ваше собственное решение. Эээ, потому что психолога вы воспринимаете, как родительскую фигуру, например. Насколько как бы женщина психолог с вашей точки зрения? Насколько я немного запутан, это, по-моему, первый опыт терапии. Ну, к сожалению, по данной информации очень, эээ, сложно, что-либо сказать. Я понимаю, что вы не опытный. Вот. Эээ, я просто предлагаю вам выразить свои чувства психологу. Вот. Получить от него обратную связь. И еще раз проанализировать эти чувства. Если они вам не понравятся, значит психолог, скорее всего, просто не ваш. То есть дело не в компетентности или некомпетентности. А дело именно в том, ваш это специалист или нет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.